Тихон Викторович. Смотри-ка, Павел. Я так рад, Тихон Викторович, что вы ко мне пришли в гости. Это не то, чтобы подкаст какой-то там, вы не подумайте. Просто пару слов хотим рассказать про тот курс практической философии, который Тихон Викторович любезно согласился прочитать в рамках нашего онлайн-центра Святого Мефодия. Тихон Викторович, расскажите прям пару слов, что из себя будет представлять этот курс. Потому что я, честно говоря, отдаю должное вашему гению и даже слегка снимаю шляпу, потому что преподать философию, ну то есть для меня это как, ну я не знаю, ну как что, как высшую математику, вот всю, в рамках небольшого достаточно курса, на мой взгляд, это чудо. Расскажите, как вы это чудо намерены творить, что там будет и что нас ждет всех? Ну, я начну с того, что, как я вообще пришел к практической философии. Вот, знаете, старообрядцы очень любят такое произведение, откровенные рассказы странника своему духовному отцу. И там персонаж, когда заходит в храм, слышит слова апостола Павла, что непрестанно молитесь, и вся книга посвящена тому, что он этому учится. Так и я однажды услышал, ну как бы, точнее, прочитал слова Сартера, что всякая философия практична, и задумался, как это может быть. И вот уже более пяти лет занятия философией я вот стремлюсь к тому, чтобы найти вот это практическое применение в жизни философии. И, в частности, с этим связаны все мои учителя, вся моя деятельность и моя диссертация в частности. Как же можно преподать философию, собственно, за каких-то 16 занятий? Да, у нас 16, кажется. Ну, что-то типа того. Да. Ну, прежде всего, надо сконцентрироваться не, как это обычно бывает в университетах, на каких-то исторических вехах, а нужно сконцентрироваться на определенных проблемах, которые стоят перед человеком. И какие инструменты те или иные философы предлагают для решения этих проблем. Ну, вот, скажем, человек сталкивается с одиночеством. Это проблема, потому что человек обычно тянется к социальному, а тут есть какой-то затык, какая-то шероховатость, которая не позволяет ему никак пробраться к другим людям. И вот один из вариантов, который может предложить философия, это, в частности, платонизм. Вот Платон говорит, что для того, чтобы заниматься философией, необходимо некоторое общежитие. Я, конечно, не буду предлагать нам всем собраться, кто запишется на мой курс, и жить вместе, занимаясь философией. Но я предложу некоторые инструменты, которые позволят начать общаться с другими людьми и создавать ту самую общность. И вот этому и будет посвящен, в принципе, курс. Вот некоторые проблемы, которые мы высветим, мы будем их разбирать поэтапно через разных философов. Второй шаг, вторая сторона того, что я собираюсь делать, это продемонстрировать живые, только что из печи готовые результаты моих исследований. Потому что сейчас я нахожусь на этапе активного написания кандидатской диссертации. Да, это самое благотворное время для преподавателя, правда. И как бы сквозь призму моей диссертации мы будем смотреть на философию. То есть я буду показывать конкретные шаги, которые можно сделать, дабы начать практиковать философию с одной стороны, а с другой стороны строить свое мировоззрение с помощью инструментов, которые предоставляет философия. Потому что философия, в принципе, она прекрасно сочетается с разными видами мировоззрения, в том числе с религиозными. Потому что философия, она прежде всего о том, как что-то сделать, то есть о способе. И вот различные способы, совершенно нейтральные, могут прилагаться как к чему-то благостному и хорошему, так и к плохому, как мы знаем из истории. Но вот я постараюсь, конечно, показать, как прийти к благу с помощью философии и уйти подальше от зла. Дорогие абитуриенты, или вообще вот кто думает, вот вы везучие вообще. Правда, когда человек находится на пике своей научно-исследовательской деятельности, то есть он уже не студент, он уже практикующий и философ, и преподаватель, да еще и сейчас работает над кандидатской диссертацией, ребята, этот момент просто надо ловить. Но возникает в связи с этим вопрос, а каких, так сказать, людей вы хотите набрать? Надо ли обладать не ниже, чем бакалавром в области философии? Или можно просто с улицы прийти? Все сколько уже, три года, которые я преподаю риторику, которые я обучаю практической философии, в частности с картическим диалогом герменевтики, о чем, собственно, знают те люди, которые, часть тех людей, которые будут смотреть это видео. Я всегда исходил из того, что необходимо быть, а, ну, более-менее адекватным человеком, б, уметь говорить, ну, в принципе, этого достаточно. Справку об адекватности. Даже предоставлять не надо, все на вашей совести. Хорошо, это еще один плюс. Вот прям надо уже срочно прям соглашаться и срочно писать «хочу учиться» на адрес stmefodios.sobaka.yandex.ru вам вышлют инструкции. Ну, Тихон Викторович, как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, плох тот диакон, который не мечтает стать епископом, плох тот философ, который не мечтает стать кем. Кстати, не знаю, это вы расскажете. А кем должны вот в конце концов стать, ну, вот, ваши слушатели? То есть, какой цели вы хотите добиться? То есть, что вы видите, так сказать, на выходе в конце нашего обучения? Ну, когда меня спрашивают вообще о том, какая цель того или иного моего действия, то я всегда указываю, прежде всего, на то, что я не ориентируюсь на какие-то количественные характеристики, а прежде всего на качественные. И тот человек, который, собственно, придет ко мне на мой курс и будет его проходить, будет выполнять небольшие домашние задания, возможно, а возможно и нет, я не знаю, пока это оставим немножечко в тайне. Тот человек в конце этого курса, по его завершению, научится упорядочивать мир вокруг. То есть, в принципе, моя основная цель, чтобы люди, которые приходили, они, прежде всего, научились быть счастливыми. В философии, на мой взгляд, я вот как-то читал лекцию про метафизику, я говорил, что метафизика — это прежде всего о счастье, и также я и отношусь в целом к философии, что это прежде всего о счастье. И я надеюсь, что вот у меня получится достигнуть этой цели, и люди, которые окончат мой курс, они будут, ну, если не счастливыми, то, по крайней мере, научатся, как же стать счастливыми, чтобы практиковать дальше философию. Можете в двух словах развеять миф о том, что философия А — это очень сложно и прям вообще не для всех, Б — это скука смертная и точно не для меня? Ну, во-первых, я не исхожу из платонической ориентации на то, что, ну, в принципе, античной, что философия — это некоторое элитарное занятие. Я думаю, что философия — это занятие для всех, потому что те проблемы, которые рассматривают философы, они, прежде всего, проблемы, относящиеся к нам, к людям. Но какая проблема возникает, вот это сразу на второй, это будет смешанный ответ, сразу на два вопроса. Возникает, что есть некоторая философская фения, на которую нужно якобы ботать, да, чтобы в ней разбираться. И когда люди берут тексты философские, скажем, вот почему-то многие юноши и девушки, там, 14-16 лет берут нитши, тексты нитши. Ну, извините, если вы не знаете, как минимум, фигуру Сократа, то читать нитши, ну, занятие, конечно, прикольное, но не особо благотворное, что ли. Вы скорее запутаетесь и выбросите ее и всю философию сразу в мусорку. Поэтому я предлагаю следующее, что есть какая-то моя проблема. Из этой проблемы есть какое-то решение. Это решение обладают различные науки и философия. Но вот философия — это все же не наука, это как бы отдельная некоторая область человеческого знания. И для того, чтобы разобраться и понять, что философия — это не скучно и не особо сложно, в принципе, при достаточном усердии можно легко его владеть, нужен некоторый проводник, которым становлюсь в данном случае я, кто покажет и укажет на конкретные фрагменты, на конкретные советы, на конкретные действия, которые предлагают философы. Понимаете, вам будет сложно самостоятельно этим заняться и скучно будет из-за того, что там достаточно сложный язык. Но я как бы за вас проделал всю эту работу, вычленил то, что необходимо, и предоставлю это вам, и тогда уже вы сами сможете честно и реализуя свою свободу прежде всего решить, скучно это или нет. Ну, я думаю, что философия, прежде всего, это очень веселая наука. Ну, и, кстати, да, вот еще часто ведь люди спрашивают, ну, а типа, что мне ходить вот слушать лекции? Я из сети сейчас накачаю книжек, сам все прочту, что мне нужно, что не нравится, отмету и так далее. И вот Тихон Викторович совершенно справедливо сказал, очень трудно без человека, который уже за вас сделал огромную, колоссальную работу, в том числе и ненужную даже, да, то есть он уже знает, что точно не надо, потому что ведь проблема сейчас действительно не в том, что есть недостаток информации, информации переизбыток, вы действительно можете накачать там массу книжек, но вот как в этом всем не заблудиться, как в этом всем сориентироваться, вот здесь нужен очень опытный и, что немаловажно в нашем особенно контексте, верующий действительно воцерковленный человек, который поможет вам сориентироваться в этом просто невероятном массиве информации. И в этом смысле Тихон Викторович, я вам свидетельствую, он очень хорош. Только не разочаруйте. Не подведите меня. Спасибо, постараюсь. Ну что ж, спасибо, дорогой Тихон Викторович, за то, что вы нашли в своем графике вот это вот время, чтобы прийти, чтобы мы вот так вот пообщались. А вы, дорогие мои, ну срочно прям положите руки на клавиши, наберите, значит, в строчке там, куда отправлять st-mefodius-sobaka-yandex.ru, просто напишите «хочу учиться», вот все, это прям максимально легко. Вам вышлют инструкции, завяжется у нас переписка, и все будет замечательно. Приходите на курс практической философии. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.